так друзья всем привет пока делал корм над корм гровер свиноматкам старт думаю почему бы вам не рассказать а иные надробили пшеницы уже с новой партии он мешки навозили с того вагона где у нас там 10 тонн первый рядок сюда навозил и уже начал его использовать но дело не в этом решил я вам рассказать еще построить сарай на данный момент то есть в этом году чего сама выгодно самого недорого и сама дешево то есть все мы понимаем что в этом году металл дуже дорогий профлист дорогий утепление дороге ну все дорогие кирпич дорогий газоблок дорогий шлакоблок дорогий цемент щебенка песок то есть эти все расходники они дуже-дуже дороги но не каждому по карману а сарай ну багато людей думает строить потому что весна подхода кто-то думает сарайку построить там який запустим 6 на 3 ну и и так дальше поэтому думаю расскажу своим подписчикам кто соображает той поймай меня кто не соображает поделись видео и тоже сообразишь в первую очередь если вы планируете строить не надо никого нанимать строить сами кумекайте и сами робить не надо нанимать на строительство сарая ангара и так дальше людей сами вы можете сами просто вы не хочет или боитесь не бейтеся делайте сами вы сразу уберете 50 процентов расходов если сделаете сами от миссера и здоровый я уже казал он вышел мне 200 тысяч на то время по затратам по всем стройматериалам 200 тысяч гривен это было в 2020 году я закупился на него а конечно сейчас он стоит в голову мне до сих пор на видео пишут про сарай что сколько миллионов ты вложил и так дальше 200 тысяч гривен ну робил я сам если бы я когось нанимал топ наверно работа потянула 1300 и того вышло півмиллиона гривен цена рубли півтора миллиона рублей то есть вот так вы можете сами просто вы ну не хочете или боитесь или вы не тесь если думаете сами что построить недорого по своим деньгам слухай внимательно и и вникай и также покажу сараи по эффективности потому что холодный сарай это дармовое кормление свиней вы их сейчас кормите вот у нас сегодня ночью минус 15 вы их кормите а они едят и только энергию используют на своей обогреве и так дальше а бегать с буржуйками топить ну это же не выход я вчера я вам сейчас покажу мы вчера целый день топил утром зашел сарай холодно сарай маленький уютный без щелий теплый швакоблока ну нема этого что надо значит дивимся внимательно чего самое проще построить сарай начинаем чтобы быть с фундаментов вот дивиться первое бурим землю ручным буром бур можно купить стройматериалах вчера давился 200 там с копейками но если 150 гривен на в диаметр на 150 180 бурим сами вручную розмитывый по периметру який вам надо 6 на 3 или там 10 на 3 и так дальше или там ну в кого яки размеры бурым сначала маленькие дырочки по 70 по 80 сантиметров ручным буром розмитывый веревкой тут ума брата не надо потом понаваривала таких вот пластинок из пару арматурками смена стара была змога сарая мы на таки стойки металлический 80 на 80 но у вас трошки не такая пластина вас все таки тика тут а еще две пластины и на расстоянии друг от друга 10 сантиметров вот вы не выглядите так вот примеру закладная деталь вот закладная деталь пару арматурин и а так вы делаете сантиметров по двадцать по тридцать две шины 70 миллиметров шириной две пластины а тут у вас 10 сантиметров выхода между шинами все по пускал церковь землю ну понятно что по уровню опустила тут а две пластины зачем ци две пластины ось допустим я косимой на тут а стойка тика яска стойка 100 на 100 миллиметров и дэ у вас так земли буду торчать ось две пластины одна и ось друга пластина вы вставили между этих пластин стойку брус 100 на 100 и закрутили сбоку тика яска саморезами саморезами болтами кто хочет насквозь просверлил резьбой скрутил кто як и поставили вы на каждые два метра брус ну на два метра на метр пятьдесят кто экшир желая брус 10 на 10 сантиметров высотой 2 метра к примеру ман тут битше поставили брусья строжки прорывался поставила брусья 100 на 100 10 на 10 высотой 2 метра ну понятно да сторона если вас ровно крыша одна сторона два метра если сарай метра 3 шириной то там 230 уже по 1 скат на крыше было поставили их а так на расстоянии и два метра потом все стоять шалевку тоже бритые обрезну 10 сантиметров ширина 30 толщина ну то есть тоже 100 миллиметров потом в внутренней части ставите плоский шифер а так делайте каждый стоп и ще на следующий шифер то есть а так что было к чему крутить тут а и ту сторону закрутили плоский шифер плоский шифер крутить просверлили сверлишком и потом присвои прикручуете перед тем як прикрутить и вообще его ставить с матчуете водой чуть-чуть там с поливалка сбрызгалки он постоял пять минут и потом крутите его чтобы он имел свойство крутиться а не лопаться и перед тем вкладываете просто пенопласт вот так у вас выйдет вот вот у меня грубо говоря ваша стенка вот ваши стойки вот внутренней стороны плоский шифер и пенопласт 10 миллиметров с наружной части можете использовать также само шифер или же с наружной части просто так крейки койде и забить в интернеті бушный тент баннер тент из фур бушный тент и их очень много разных и натягивается снаружи просто тент идеально будет он не боится ни солнца ни жары ни мороза или же так само или же шукайте метал про флес не кондицию там разные оттенки разные цвета ну какая разница на наружу сторону все пойдет у меня самый дешевый сарай про флис самый дешевенький снаружи и все вот у вас внутренняя сторона вышла так шалевку к чему я кажу баре 100 на 30 потому что койде но допустим если ваша ширина будет между стойками 2 метра то пациенту киньте пару шалевок просто тут на металлические уголки для усиления чтобы шифер прикрутить в цю шалевину тут и тут примеру ну там уже я думаю вы поняли прошу ось вам готовы стены это самое будет дешево из полского шифера вы уходите от фундамента вы уходите от оштукатуривания внутри и так дальше шифер покрасили водоэмульсионкой моющейся внутри где будут уже у вас непосредственно поросята и и мыть вбелить там кто что хочет все поставили стойки обшиваю а так шифером внутреннюю часть понятно что забетонировали там внутри как вам надо там полы и с бетоном забетонировали верхнюю часть так само можете пустить но у меня чтобы было никуда девать брусья 100 на 100 а так можете обычный использовать стропильный брус 50 на 100 поставить стропила так само покидать и так само можете сделать с нижней части середины так само плоский шифер и пенопласт или же осб и там минеральную вату то есть кто что витяне по деньгам ну потолок надо утеплять однозначно стены утеплять однозначно тоди будет эффект в откорме и не надо планировать топить буржуйку чтобы им тепло и так дальше то есть заранее это все предусматривайте можно растопить ну там кое-кали чтобы прогнать просушить я там знаю что ну а так топить не надо если вы сделаете такий сарай топить не надо сейчас самое я уже посчитал уси сараи самое проще это построить вот так кришу не надо покупать профлист кришу забывайте в интернете купить баннер б.у. купить тент б.у. и так дальше тому подобное там здоровье огромные куски есть 10 на 8 10 на 12 и так дальше и на свой сарай есть у вас сарай ну примеру як у меня той белый 6 на 3 з газоблока и пример вот такие сарай 6 на 3 шукаете баннер тент и натягуете кришу як обычный як обычную пленку ось натянули тент от у меня тут а тент бачите два года уже две зимы ну не нарадуюсь тут а бува и протекает до цей китайский самый дешевый профлист у щели там на нахлёстах ну тут навес тут не страшно тут вообще проблем никого нема и вин буду служить у вас 50 год там чисто так само можете сделать за такого тента баннера наружу стенку и все то есть вы сами понимаете что по затратам вы на сарай купите два куба лиса пенопласт и шифер плоский плоский шифер по моим 200 чем-то гривен один листок у нас я брал прошлом году и все внутри вам ничего не надо вытекает за бетонировали все и где у меня плоский шифер на стенах в отлично все показы ничего не ломает и там здоровые кабасики ничего не трискает иногда ничего отлично просто шу-шалевка я так рекомендую хотя бы если вас пролет два метра шальовины поставьте на руб и чтобы шифер было к чему при притягнуть чтобы плотный бутерброд так и был у вас той сами сэндвич выйдет только домашний сэндвич панель и все сарай из газоблока есть сарай из газоблока есть сарай из швакоблока есть сарай красный кирпич ракушка и есть сарай сэндвич вот я к цей вот кто не знает девица залетил первый раз на канал дума что он рассказывает оцей сарай у меня сэндвича зайдевик покажи а тут а вот здесь у меня стенка 12 сантиметров толщина то есть 10 сантиметров пенопласт и два утеплителя по 10 миллиметров с отражателем и два профлиста все собрано ось девица первый коридорцем на котельня в сарае ну котельная как бы если так и держать как я держу воно и не надо в мене в сарае всегда плюсова сегодня минус 15 ночью и в сарае отлично так само и даже как и на який кабинетик у меня тоже есть тоже все так построено если сделать допустим сарай из десятки газоблока будет холодный у меня из десятка газоблок только перегородка тут где кабинет и сарае ну а тут понятно что ось такий самый сарай теке у вас будет плоский шифер у вас будет так дивиться осяк у меня допустим отута покажи осяк отута внутри плоский шифер все отлично ну мы не везде метал у вас будет плоский шифер то есть отлично вас будет это самое дешево на сегодняшнее время в этом 2000 и оказал . 2222 году самое дешево буду постройки в пол но так по моей технологии вот дивиться показывают тут а я не топлю мы не тут ташкент 18 19 20 тут постоянно жара в этом сарае а в этом сарае в этом сарае из шлакоблока цель тоже теплый сарай но тут ракушка и красный карпич тут мы делаем щелеви будем вернее девочки на делай вот друзья в том сарае вчера целый целый день топилась и на ночь накидал тут такая жарыща была ташкент ночью мороз утром пришел все тут а дубарь дубарь и и холодрига в этом сарае и опять с утра начал топить так у нас в цей сарай шлакоблока не денны щелки все поштукатурено все сделано потолок теплый на потолку агроткань и 10 сантиметров опилок то есть потолок теплый стены без щелей векно оббитые двери тоже кладем тряпку на нить чтоб не щели не до ничего в сарае утром пришел холодрига и уже начал сразу растапливать так тут а что тут то сарае пиндюрка а большой сарай зашел три вытяжки открытий 65 на 65 три вытяжки открытий в сарае теплота ташкент зашел лафа в сарае потому что сарай теплый а цей сарай шлакоблока дуже холодный кто робит шлакоблока утепляйте сарай утепляйте сарай снаружи там пенопластом чи чим вот таке сравнение потому что за всех сараев самый хуже потом на другом месте с газоблока таки він середняк а самый эффективный теплый мой первый сарай есть все ролики на канале дивиться там про сарай плейлист як він строится и шо так же друзья жінка хоче мене забрать две клетки оцю и оцю цю каже мы тут а постоянно топим клетки ци свободны всегда я если занимаю то оцю и эти две а эти две свободных и она хочет завести бролеров и индюки дай бролеров и индюки каже давай мне корм я буду держать бролеров и индюки выращивать пробовать ну я не знаю что что вы скажете что ей ответить давать ей эти две клетки в ее расположение или не давать загорелась с этими бролерами и индюками я кажу нам свои хвата мяса ж есть свинина вона каже бролеры и индюки надо ну короче вот таке так что друзья думайте считайте ну я вам скажу я уже все прикину в этом году самое проще так как я вам показал кто понял кто понимал строительство то и разберется быстро и начнет строить сарай кто не понял подумай прикинь посчитай и строить сам никого не нанимай его ничего все робить воно кажется что таке усложненное на самом деле воно проще парено и репы ну